У меня два вопроса сразу. Вы сказали, что тонкая атмосфера образовалась 4 миллиарда лет назад. Какие доказательства вообще этого существуют? Честно говоря, изотопный состав атмосферы говорит о том, что она терялась достаточно долго. То есть обогащение изотоповыми тяжелыми азота и аргона. 38-го это просто миллиарды лет. И в атмосферных моделях Марса ничего подобного сейчас не присутствует. Ранних потерь атмосферы там не существует в такой степени. А второе, значит, вот вы показали последние данные по потокам жидкой воды. Но в принципе, насколько я понимаю, мы в лаборатории моделировали, если вы возьмете насыщенный раствор перхлората, то он у вас в вакуумной камере не испарится в течение трех суток при условиях Марса. То есть ничего удивительного в рассолах, которые могут там течь, а тем более существовать в жидком виде при отрицательных температурах, там минус 50, минус 50 и так далее, с этой точки зрения нет. Если вы используете перхлораты как насыщенный раствор. Поэтому вот вопрос, как вы можете прокомментировать вот эту вещь, да, и с точки зрения обитаемости бактерий. Так, ну первый вопрос, вопрос по поводу атмосферы Марса. Мы не знаем, это данные о геологическом строении планеты. Значит, ну вот, во-первых, южное полушарие Марса поднято, оно датируется нахитским временем, и там есть тысячи вот таких форм рельефа, как сухие русла. Вот вы не можете их объяснить сформированием никак, как путем выпадения атмосферных осадок. Вот с нахитского времени, с 3,7 миллиардов лет назад, эти образования, они прекращают появляться. Кроме того, дополнительные... А новые морфологические особенности, вы сказали, что потоки текут. Вот новые морфологические особенности, их же довольно много, без кратеров. То есть, вроде как все сейчас говорят о том, что они недавние. Нет, смотрите, есть вот марсианский канал, не надо путать, это уже поток, который изливается вода из-под поверхности, и он течет, не имея притоков. Это говорит о том, что есть какой-то источник под землей, но нет выпадения осадков из атмосферы. Кроме того, данные прибора Омега-спектрометра, они показали, что именно к нахитскому времени у нас относятся формирование филосоликатов, ну, глим, которые образуются в процессе вверх, когда есть влага в атмосфере. Начиная с беспереского времени, у нас филосоликаты не формировались на поверхности планеты. Ну, поэтому это... Ну, то есть вы, наверное, чего-то такого не было на поверхности. Они были, но они возникали локально во времени. А как тогда они могут сопоставать? Локально что значит во времени? Ну, по-видимому, это какие-то первые миллионы лет, не более того. А здесь мы говорим о промежутках, ну, в миллиарды лет. Ну, ладно, хорошо. Вот, что касается, ну, интересно посмотреть на ваши результаты. Согласно климатическим моделям, у нас не только жидкая вода, у нас даже лед нестабилен в экстремиальной зоне, то я работаю в Меллоне. Он нестабилен ни на поверхности, ни на глубине в один-два метра. Даже если он у вас... У вас же происходит, как бы, вы говорите, что три дня, трое суток тропорайс может находиться, да, на поверхности? Ну, а потом он уходит в атмосферу. А потом он уходит в атмосферу. А потом он у вас испаряется, у нас остается соль. Да, теперь, если взяется... Женщины уезжают. Посмотреть, как бы, что у вас же нет источника из атмосферы, которая приходила. Если у вас даже в течение трех суток теряется влага, значит, она за там сотни, тысячи лет должна исчезнуть. Она просто у вас переходит в другие места. Испарившись, она конденсируется в другом месте. Вот и все. Она никуда не девается из атмосферы. Ну, в каком? Единственное место, где влага может сейчас стабильно существовать, это высокие широты, начиная с 60-го градуса. Значит, у вас по Одиссее, по данным Одиссея, вот известная картинка, есть даже область на экваторе. Напоминает, что вода в вас до метра. Это гемически связанная вода, минералы. Пожалуйста, можете физически связать ее с орбированную воду, григолит, сколько угодно. Но это дискуссия. Я хочу сделать poco так. Я бы хотел сказать, что на스크, виноваты, у вас есть странная история в том, чтобы кустость и вода, и жизнь на Марс. А вы знаете, во время Викинга, в премиям вовремя лейберера, гилла Бен, что в результате равнодушения, в том, что в Викинг-1 и Викинг-2 ландерного выше, И эти результаты были установлены на основе, что не было воды на Марс, и они не могли бы быть правы, потому что Берман Гас Кроматограф находил не органик, но это не было. Это находил хлорометханин и дихлорометханин, и на дороге на Марс, когда они работали на контроле, они не могли найти этих органик в контроле, и, конечно, вы понимаете, что хлорометханин и дихлорометханин могут быть производственными цианобактериями, такие цианобактерии, которые живут в интерстисе, как вы показали в этой фотографии. И, конечно, это красивый фотограф, что вы показали, что вы показали на Марс, это было в 1979 и появилось в 1997, почти за一個 неделю и и две года. Ни одного знал о существ Durden, и они увидели из-за существования в 2011, и потом finally решили, что те, что лет назад, было свидетельство при agora, появились в вашем виде вода на Марс. Я хочу, возможно, и я бы хотел бы задать вопрос. Семеной, и я думаю, это была из-за самой высоты по Союзу и Продолженности, Многие годы, которые показывают, из-за физики, что между айс-граинами и сан-граинами, они будут, по-другому феномену, очень тонкие линии воды. И для бактерий, вы не нужны оценки, а тонкие линии воды, между айс-граинами и сан-граинами, это достаточно для маленьких бактерий. В этом случае, как вы говорите, как это вы можете посмотреть в свой вопрос в результате с researches для жизни. Горитет, спасибо большое. Как мы смотрим на нашу модель, как мы рассмотрим их в перемопро, это кажется что эти бактерии, они тоже были выключены в эти сан-филы в воду. Может быть, вы имеете в виду, что есть возможности, что есть вода на эквакторе, да, на границах? Да, это было оборудование, которые показывают тонкие филы от ликвид воды между водой и водой. И мой вспомнил был, что температура, как минус 40 Celsius, да, на килограмм-фильм, да, на килограмм-фильм, да, на килограмм-фильм. Ну, для сленых бактерий, как спирохида и так далее, на килограмм-фильм, да, на килограмм-фильм, да, это будет достаточно большой для них, и так как у них будет, как в море. Да, мы знаем, что на earth, если вы идите на Антарктику, Если вы идете на плен, температура декрессирует, и количество воды отсорблено на граны декрессирует. И вы видите, что количество микробов декрессирует, когда вы идете на плен. Я думаю, что не хватает уфрозеного масштаба на граны в эквакторском зоне. И это коррелается с вакуинским результатом.